Здравствуйте! В российской премьер-лиге закончились 7 матчей 21 тура. Расскажу о результатах, расписании, лучших бомбардирах и таблице. Уфа и Нижний Новгород сыграли в нулевую ничью 0-0. В конце игры хозяева поля получили удаление, которое на результат не повлияло. Команды провели 4 очные встречи. Две победы у Нижнего Новгорода, одна у Уфы и первая ничья. Арсенал уступил Динамо 1-4. Напомню, в первом круге столичный клуб выиграл крупнее 5-1. Смолов забил 9-й гол и приблизился к Дзюби, а польский легионер Шиманский упрочил свои позиции на вершине лучших ассистентов. У него 8 передач. После возобновления российского футбола, Арсенал не выиграл ни одного из 4-х матчей. Лакомотив и ЦСКА сыграли с привычным счетом 1-2. Так завершились 3 последние очные игры подряд. Отличную реализацию показывает турецкий полузащитник армейца Фьезиджи. У футболиста 3 мяча в 3-х турах. ЦСКА выиграл 6 матчей подряд, учитывая Кубок России. Урал принимал пятую команду таблицы Ахмат 0-0. Урал набрал первое очко за 3 тура, а Ахмат с 2019 года не проигрывает 5 очных встреч подряд. Последняя команда таблицы Химки отобрала очки у Сочи 0-0. В первом круге краснодарцы одержали уверенную победу 3-0. Химки последний раз выигрывали в официальных играх еще 27 октября, 9 матчей назад. Потерял очки лидер чемпионата. Крылья Советов Зенит 1-1. Это четвертая ничья в туре. Беспроигрышная серия Зенита достигла 5 матчей, учитывая Лигу Европы и Кубок страны. С 2015 года питерцы выиграли у Крыльев Советов 8 встреч и впервые сыграли в ничью. Спартак не сумел взять реванш у Краснодара за поражение в первом круге со счетом 1-2. Краснодар имеет сейчас беспроигрышную серию из трех игр. Можно вспомнить, что последняя игра этих команд в Москве завершилась с отчетом 6-1 в пользу хозяев. 14 марта Рубин Ростов. Начало в 19.00. Расписание. 22 тур будет разбит на 2 дня. 19 марта Урал Химки. Нижний Новгород Спартак. Ахмат Локомотив. Зенит Арсенал. 20 марта Уфа Краснодар. ЦСКА Рубин. Сочи Крылья Советов. Динамо Ростов. Список лучших бомбардиров и ассистентов. Агаларов из Уфы забил 13 мячей. Дюба отметился 10 раз. У Смолова, как я сказал, 9 галов. Шаманский из Динамо отдал 8 передачу. У трех игроков по 6 пасов. Кабеллы, Малкома и Дзюбы. Турнирная таблица. Зенит на первом месте. 45 очков. У меня обращение к руководству Зенита. Проиграйте следующий тур. Добавьте интригу. Динамо имеет 42 очка. ЦСКА поднялся на третье место. 39 у Сочи. 38 очков. В зоне плей-офф Арсенал 20 очков. Ростов 18 очков. В зоне вылета Уфа 17 очков. Химки 15 очков. Благодарю всех, кто поддерживает наш канал. Подпишитесь, если считаете информацию полезной. До встречи на спортивном в следующих обзорах.